Всем привет! Хочу вам показать маленький турнир, который был организован в процессе экскурсии недалеко от Будапешта. Если я не ошибаюсь, это было в районе города Вышеград. Из числа гостей и туристов выбирают короля и королеву, одевают на них одежды, высаживают на такой трон. Вот здесь подходят главные участники этого турнира, люди молодые и достаточно взрослые, которые будут показывать свое искусство в метании каких-то штук, не знаю как они называются, в метании железек разных острых, вот в эту цель, видите, там такое бревно распиленное, а вот это вот у него в руке, это штука железная, вот так вот они будут метать, а после этого стрелять из лука, бросать копья, биться на мечах, на секирах, на еще каких-то... каком-то оружии, я не знаю, как оно называется, вот, ну и интересное действие, оно разворачивается под такой стаканчик молодого вина, всем туристам выдают этот стаканчик вина, наливают и всегда можно пригласить, да, этот стаканчик, кстати, нельзя поставить, его надо поставить, поставить держать в руках, потому что он круглый внизу, и вот это выдают белое и красное вино, простенькое, но все равно здорово, нормально, вот, и ты сидишь, значит, смотришь на все это представление, попиваешь, подходит постоянно вина черпиевы, наверное, эти, так называются они, вот, и могут тебе долить эту вина, вот, этот новый шум, люди фотографируют их, селятся, вот, сделал я несколько очень неплохих фотографий, как мне кажется, вот, ну, некоторые, конечно, фотографии, не все, все равно это здорово посмотреть, притом, все это представление, точнее, даже не представление, вся эта экскурсия, она стоила, вот, порядка, где-то 15, 15 евро, в эти 15 евро входило не только вот этот турнир, на который ты смотришь, а еще обиденный достаточно обед, вот, ну, и сама экскурсия была, маленький микроавтобус нас туда посадили, и мы из Водопешта, прямо от гостиницы поехали, вот, смотреть очень, ну, я считаю, что не так дорого. Сейчас, конечно, дороговато, потому что сразу умножаясь на, в среднем на 80, и как-то сразу не очень по себе, ну, с другой стороны, для того, чтобы это посмотреть, и чтобы тебе рассказали про замки, которые ты проезжаешь, и церкви, наверное, это нормально. Кстати, в этой экскурсии мы побывали, еще и в замке, я жил граф Дракула, настоящий, кстати, настоящий граф Дракула, действительно, был, оказывается, такой граф, вот, в башню графа Дракула, так что, ну, действительно, очень, очень интересно. А вот, кстати, вот король с королевой ходили, туристов, они там сидят. Такие брутальные лица мужчин с луками, вот. Ну, ребята честно отрабатывают свой хлеб, надо сказать по-честному, просто по-честному. Это очень слабо. Просто, вот, видимо, это каждый день у них такой театр. Ну, честно отрабатывают, вот, из лука стреляют в движение. Там еще, если я не ошибаюсь, будет еще и соку у кого-то из этих вот мужчин. Он тоже будет летать, там что-то делать. Я не помню, я сюда включил или не включил. Вот, смотрите, это подборка фотографий. Маленькое видео, как мог, так скомпоновал. Вот из арбалетов стреляет. Это название я помню. Постоянно играет музыка, там барабана, горный. Ну, и веселящиеся народы, которые действительно веселятся. Туристы сидят нормально на скамеечках. Погода шикарная, в руках ремочки венца. Ничего не посмотреть. В общем, кто сумеет, тот вот, кстати, и сокол появился. Да-да-да, значит, я включил, действительно, вот такой. Наиболее, что он куда-то улетел, сел, его никак не могли согнать. А, вот-вот-вот он улетел, сел на крышу, ему там свистели. Свистели, свистели, а он чего-то особо не хотел возвращаться. Все. Давайте, смотрите, кто сможет досмотреть до конца, досмотреть. Больше комментировать ничего не буду, потому что, ну, что здесь комментировать. Люди работают, дерутся на сетирах, хорошо поставленные трюки. Просто молодцы, ребята. Все, будете в Будапеште, закажите такую экскурсию с турниром и с обедом. Вот. Получите удовольствие. Все, пока. Всем привет. Удачи на дороге. Удачи на дороге. Все, пока. Ну, вот я хочу сказать, что немножко я ошибся, чтобы не вводить в заблуждение. И посмотрел сейчас в интернете. Эта экскурсия стоит около 50 евро. Не 15, а 50. Ну, это было несколько лет назад. Тогда 50 евро было не такие огромные деньги. Это сейчас где-то 4 тысячи получается. Тогда дешевле было, потому что в стоимость экскурсии входил еще обед в рыцарском ресторане, где подавали различные блюда, приготовленные по старым, по средневековым рецептам. Я помню, что там был кролик, были куски огромные такого мяса, гуси, запеченные в чем-то там, не знаю. Ну, и, естественно, местное вино и что-то похожее на нашу воду. Поэтому вот я прошу прощения, что я в заблуждении 50 евро все-таки стоила экскурсия. Но она того стоит, если вдруг будете, когда пишите, обязательно запишите. Называется она «Экскурсия в излучину Дуная». Вот, то есть этот вот рыцарский турнир Вышеградской крепости, потом Сентендера. Это город такой, город художников различных сувениров. Там можно как раз посетить музей марципанов, о котором я уже рассказывал. Вот такие. Да, еще и ювелирная фабрика «Капричи». Я тоже хотел, хочу, возможно, сделать сюжет, как это видео там есть. Поэтому, действительно, она продолжительностью 8-9 часов по средам и субботам. Вот и стоит 50 евро с человеком. Проводит ее компания «Спутник Гермес». Вот, собственно говоря, да нет, не «Спутник Гермес», как-то по-другому называется. Вот все, что я хотел сказать. Всего хорошего. До свидания. Кто сможет, досмотрите до конца. Всем пока-пока. Субтитры internacional Продолжение следует...